Дорога до Табизина теперь вполне сносна. После того, как ее разровняли и отсыпали, путь на пляж стал доступен для отдыхающих и для веревочников. Вымогатели не заставили себя ждать. Поборы называют культурно-экологическим сбором. Некий гражданин требует сделать взнос на основании того, что территория охраняемая и нужно следить за ее экологическим состоянием. Экологический сбор на уборку территории по 100 рублей сеньори. А пакетик? Конечно, но заборолим по желанию. А чайки какие-нибудь там? Нет, ничего. Мы сами же понимаете, все на добровольном желании. Какие я могу 15-ти кидать? Правильно? А вы убираетесь в мусоре? Конечно. Чисто там? Заедете, посмотрим. Вот такие кучи мусора располагаются на всей территории пляжа. Люди платят экологический сбор, но чистотой здесь и не пахнет. Насколько добровольны такие пожертвования, сказать сложно. Несогласным платить, веревочники угрожают некими контролирующими госорганами, которые должны приехать и оштрафовать. Штрафы-то не мне получать, а вам правильно. От тысячи до трех. Мне-то какая разница. Захотели, заехали, это ваше желание. Ваши деньги, правильно, а не мои. Сами решаете. А так просто вы проезжаете, к примеру, если водоохранный надзор приезжает, а по документам у нас все нормально. Мы имеем право, это наше. То есть мы охраняем здесь, это наше желание пропускать или не пропускать. По предоставленным документам, Департамент природных ресурсов Приморского края действительно заключил договор с компанией «Восток плюс» на охрану геологического разреза Чернышевский. Однако, согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Многие отдыхающие предпочитают не вступать в спор и просто отдают деньги. Веревочники выдают пакет и предлагают людям самим убрать за собой мусор. При этом никаких мусорных баков поблизости не видно. Горожане честно складывают отходы в пакеты, но оставляют их прямо на берегу. Значит, мы здесь отдыхаем второй раз. На той неделе мы въезжали сюда в четверг и деньги с нас брали, 100 рублей. Но при въезде сюда нас предупредили, что мусор мы вывозим сами. В этот раз мы приехали в четверг, деньги не брали, но вот мусор, можно даже показать, вот там куча лежит этот мусор, то есть, знаешь, грязный. Место очень хорошее, приятно здесь, конечно, отдыхать. Ну вот эти поборы непонятно куда, то есть, я бы с удовольствием платил бы деньги, если бы знал бы, куда они дальше распределяются и действительно идут на благоустройство территории. Ну а так мы отлично все понимаем, что они идут, в общем-то, не по назначению в чей-то карман, а территория, как мы видим, не убиралась, так и не убирается. Ну, в общем, я считаю, это несправедливо, неправильно. Да, брали, честно, брали 100 рублей, отдал я добровольно и стал спорить. Ну, потому что считаю, что, в принципе, это не такая большая плата. Берут сейчас иначе сами везде, практически везде. И там разбираться правомерно, неправомерно, тогда не было ни желания. Ну, самое главное, желания не было. К слову, требовать платы за оказание любых услуг на территории Умыса-Вятлина, Тобизина, Охлестышева и Поспелого никто не имеет права. В случае, если веревочники ведут себя чрезмерно нагло и требуют плату за проезд, нужно их предупредить, что подобная предпринимательская деятельность незаконна. В противном случае стоит вызвать полицию по телефону 102 и пусть доказывают свою правоту представителям правоохранительных органов. В полицию ранее неоднократно поступали обращения по данному пляжу. Лица привлекались к административной ответственности. Данный гражданин был уведомлен сотрудниками полиции о том, что его действия незаконны. Материалы дела об административном правонарушении были рассмотрены Фрунзенским районным судей о том, что он оказал непоминовение сотрудникам полиции. Был вынесен штраф в размере тысячи рублей. Сегодня данный гражданин будет повторно привлечен к административной ответственности. Веревочнику грозит штраф либо административный арест до 15 суток. Катерина Матвеева, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.